Зелёный остров Действительно, в конце прошлой недели над Магнитогорском буквально разверзлись хляби небесные, прошли какие-то невероятно обильные осадки. Ну и вот после этих осадков, в общем-то, ситуация на наших приусадебных участках значительно изменилась. Во-первых, что вызывают обильные осадки? Они вызывают вымывание калия с поверхности листьев. Вот азот, фосфор с поверхности листа практически не вымываются, а вот калий при обильных осадках, он вымывается. Причём при обильных осадках он может вымыться настолько, что его практически невозможно будет обнаружить в листьях. Поэтому вот после таких обильных дождей, для того, чтобы растение развивалось нормально, а калий необходим растению для фотосинтеза, для дыхания, так вот калий необходимо дополнительно внести. Причём, если мы внесём калий в почву, то в листья он попадёт не очень быстро. Поэтому в этой ситуации желательно провести вне корневую подкормку. Разводим тот же монофосфат калия, обычно вот в небольшом пакетике 20 грамм, и этого достаточно для корневой подкормки. А здесь мы разводим вот этот вот пакетик 20-граммовый на 20 литров воды. И вот этим раствором, прям можно из леечки, даже не из опрыскивателя, мы поливаем по листьям картофель, томаты, огурцы, ягодные культуры. Монофосфат калия, в общем-то, он для человека безопасен. Даже если какие-то его следы останутся на поверхности ягод или овощей, здесь, в общем-то, ничего страшного нет. Вымыли и проблему решили. Итак, первое, после дождей проводим подкормку калийными удобрениями. Лучше, если калийные удобрения будут совместно внесены с различными микроэлементами. Ну и еще вот такие обильные осадки, они, конечно же, спровоцируют различные грибковые заболевания. Паршу на яблоне, различные корневые гнили, какомикоз на вишне, сливе, абрикосе. Поэтому не нужно дожидаться, пока заболевание проявится, тот же какомикоз на вишне. Вот мы сейчас знаем, что провокация уже произошла. Судя по всему, заражение уже произошло. И сейчас желательно провести профилактические обработки. Профилактические обработки можно провести биологическими препаратами. Вот когда заболевание сильно разовьется, там этими препаратами уже пользоваться будет бесполезно. Ну а сейчас биологический препарат, безопасный для человека, для пчел, там для теплокровных животных. Разводим тот же экстрасол, байкал, аллерин, гаммаир. И проводим обработку по листовому аппарату. Итак, это то, что касается вот таких оперативных работ, которые нужно провести на приусадебном участке. Ну а сейчас я хочу перейти к зарисовочке. В одной из наших передач я показывал сад мечты, который посажен в агрохолдинге «Поиск». Вот этот сюжет вызвал большой интерес у наших зрителей. Вот меня просто на улице люди останавливали. Говорили, какой красивый сюжет, какой прекрасный сад. Я с ними полностью согласен. Действительно, вот такой посадки в России я еще не видел. Настолько все продумано, настолько все красиво, настолько все уютно. Давайте побываем в этом саду. Музыка 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 Итак, мы с вами побывали в саду идей. Ну а если вспомним Фридриха Ницше, то мир управляется как раз идеями. Он даже не совсем людьми управляется. Вот я думаю, что вы посмотрели этот сюжет, и какие-то идеи у вас уже появились. Что-то подобное вы захотели создать на своем приусадебном участке. Сегодня сюжет из сада идей мы еще повторим в рамках нашей передачи. Ну а сейчас я предлагаю вам побывать в научно-производственном объединении сады России. Я посетил это объединение на прошлой неделе. Там заканчивается сбор жимолости. И вот агроном НПО «Сады России» рассказал нам вот о коллекции жимолости, собранных в этой фирме, и о сортах, которые, на его взгляд, представляют особый интерес для садоводов, любителей Южного Урала. Мы находимся на молодой плантации жимолости на территории НПО «Сады России». Жимолость заложена специально для того, чтобы получать товарную ягоду. На самом деле в регионе ведь еще нет большого производственного опыта выращивать жимолость именно на товарную ягоду. И потому, не имея большого представления, мы собрали достаточно большой ассортимент здесь сортов, чтобы посмотреть вообще, какие сорта в этих условиях смогут пойти, каковы они будут вообще в технологии выращивания, в легкости сбора. Поэтому здесь достаточно большое количество сортов представлено. Вы можете пройти, посмотреть, как это очень мелкоплодные, да достаточно крупноплодных. Потому что не всегда только крупноплодные сорта легко собираются. Иногда бывает мелкие сорта намного легче собирать, чем крупноплодные сорта. Вообще, на самом деле, мы очень довольны этим опытом. Он очень хороший. Площадь здесь достаточно большая. Здесь вот участок, на котором мы находимся, около 12 гектар. То есть, площади впечатлительные и урожайность хорошая. Вот вы можете обратить внимание, что возраст насаждения где-то порядка 5-7 лет. Но при этом жимолость достаточно себя хорошо чувствует. При самой, можно сказать, минимальной агротехнологии она хорошо себя показывает. И урожайность ягод, многие, ну, то есть, средняя урожайность по кустам уже в пределах кило-кило-двести с куста. То есть, это очень хороший, на самом деле, показатель для такого возраста растений. И урожайность, на самом деле, у нас выращивается при самой минимальной технологии. Единственные обработки, которые проводятся, это механизированные с целью борьбы с сорняками. Вот, больше никаких обработок здесь не проводится. Химических, в том числе, и ни удобрений, ни подкормок, ни полива, ничего. И при этой минимальной технологии мы получаем впечатляющие результаты. Сорта здесь разные представлены. Есть достаточно уже устаревшие сорта, еще 70-х, 80-х годов. И есть более молодые сорта. Конечно, вот среди новых сортов, это вот, в основном, бакчарские сорта. Потому что они действительно заслужат очень высоких оценок и по размеру ягоды, и по вкусу, и по легкости сбора. Вот. Ну, можно выделить на сорта, вот, которые нас особенно впечатлили. Это вот, получается, сельгинка. Этот сорт очень легок в сборе, он достаточно крупноплоден, и ягода плотная. Вот, например, есть сорта такие, как югана. Ягода крупная, ягоду легко собирать, но ягода очень рыхлая на самом деле, и она, когда много собираешь в баночке, она начинает давиться, течь. Или бакчарский великан, там вообще достаточно крупная ягода, кусты мощные. Все хорошо, но тоже ягода достаточно такая рыхлая, прямо аж с полостями воздуха внутри. А вот такие сорта, как вот бакчарская, юбилейная, роксана, вот, сельгинка, они хороши тем, что ягода правильная, круглой формы, и достаточно плотная, и легка в сборе. Вот. Ну, вообще, для товарной ягоды лучше, конечно, подбирать несколько разных сортов. Нужно подбирать сорта, которые раннего срока созревания и склонны к умеренному осыпанию. Их нужно в самые первые сроки собирать, это очень удобно, они упрощают вообще сбор. Главное, вовремя выйти на сбор. И нужно же обязательно закладывать сорта, которые, наоборот, очень способны долго висеть и постепенно набирают сахар. Вот я могу выделить такой сорт, вот, по нашим наблюдениям, например, сорт нарымская, он не осыпается, он у нас в прошлом году, некоторые кустики специально стали для наблюдения, они у нас практически до снега долежали. И ягода вот только, наверное, начала в сентябре подвяливаться на кустах, и вот в июле, в августе мы подходили, вкус действительно стал по-настоящему хороший, сладкий, жимовостный. В то время, как в июне, когда мы собирали основные ранние сорта, он еще был достаточно кислогорький, и дать ему вот оценку на уровне всех сортов в эти сроки было, ну, сложно, адекватная оценка. Поэтому для товарной жимовости нужно подбирать сорта разные. Вы знаете, проходя по этой ягодой плантации, можно, не пробуя, сразу выделить наиболее сладкоплодные сорта, потому что насекомые, они не обманут, они кушают те сорта, которые по-настоящему сладкие. Это югана, очень хорошего вкуса ягода, сладкая, крупная. Это сельгинка, по-настоящему десертного вкуса, причем еще и крупноплодная ягода. Это бокчарская. Бокчарская, она вообще неповторимого такого вкуса, даже чернику напоминает. Но у нее недостаток, она мелковатая. Ну, это сорт для детей. Вот если у вас маленькие дети, вот посадите бокчарскую, дети у вас будут очень довольны. Это вот именно ягода для детей. Итак, уважаемые телезрители, вы увидели сюжет, который мы подготовили по результатам поездки в научно-производственное объединение Сады России. Мы с вами побывали на коллекционном участке жимолости, мы с вами увидели новые сорта. Ну, а если вообще говорить о сортах жимолости, то селекция последние где-то 15 лет, она, конечно же, сделала значительный скачок. Если раньше мы имели там жимолость с массой 0,5-0,7 грамм, а если 1 грамм, это уже совсем хорошо. Сегодня мы уже говорим о трехграммовых жимолостях. Если раньше мы говорили только о российских сортах, сегодня на российский рынок начинают пробиваться сорта иностранной селекции, финской, шведской, особенно интересны канадские сорта. Я думаю, что в ближайшие годы вот эти сорта мы увидим. И у жимолости съедобной действительно в наших садах огромное будущее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это был еще один сюжет из «Сада идей», который мы записали в агрохолдинге «Поиск». Ну, а сейчас мы переходим к вопросам телезрителей. Вот один из вопросов поступил вот в таком вот виде с образцом. Я вообще в передаче неоднократно говорил, что если вы рассказываете, что на какой-то культуре возникла проблема, ну, образец, пожалуйста, пришлите, потому что по вашему описанию судить о том, что же там происходит, очень сложно. Итак, вот такой вот листик картофеля. Мы видим, что на верхних листьях начинается некроз, обмирание тканей. И самое главное, здесь мы видим, что верхушечка у картошки побелела. И вот здесь вот зачаток цветоноса. Мы видим, что цветение, судя по всему, на картофеле не наступит. Здесь есть какая-то очень серьезная проблема. Я специально принес увеличительное стекло. И сейчас мы эту проблему изучим. Но вы знаете, сразу навскидку могу сказать, что это не грибковое заболевание. Здесь мы не видим, в общем-то, следов спороношения грибка. Хотя проблема уже зашла достаточно далеко. Более того, вот здесь есть срез, и мы не видим поврежденную сосудистую систему. Значит, это однозначно не фузариоз, не вертициллиоз. Что же здесь можно предположить? Здесь можно предположить две вещи. Ну, во-первых, что вот этот побег поврежден каким-то вирусным заболеванием. Но перед тем, как вот паниковать вирусные заболевания, вообще, конечно, это очень неприятная штука. Я бы все же садоводу рекомендовал проверить растение на недостаток питания. Вот такой вот характер хлороза, когда верхушечная точечка белеет, практически не развивается, он может наступить в результате нехватки растению двух элементов. Во-первых, кальция. Вообще, вы знаете, у нас с кальцием на участках очень серьезные проблемы. В свое время кальций вообще собирались ввести в число макроэлементов, даже не микроэлементов, потому что очень важный элемент питания. Мы его практически не вносим с удобрениями, и через какое-то время начинается вот эта вот проблема. Итак, берем кальциевую селитру, не калиевую, кальциевую селитру, и, согласно инструкции, проводим подкормку. Но еще я здесь могу заподозрить, и вот у меня очень серьезное подозрение, вот здесь недоразвитые цветочки идут, а это признак, скорее всего, того, что растению не достает бора. Бор – чрезвычайно важный элемент питания, особенно к недостатку бора чувствительны посленовые культуры, томаты, баклажаны, перец и, в частности, картофель. Поэтому, что мы здесь можем сделать? Мы берем борную кислоту, чайная ложечка, буквально вот снимаем вот эту вот горку, и без горочки на 10 литров воды, и прямо по листьям проводим вне корневую подкормку. Если бор вы найти не можете, на торговых точках вы можете приобрести препарат МАГБОР. Там, во-первых, очень важный элемент питания магний содержится, и там достаточно много бора. Итак, вот перед тем, как паниковать, что это вирусные заболевания, от вирусных заболеваний избавиться, в общем-то, невозможно, я рекомендовал бы сначала попытаться сделать кое-какие подкормки. Ну, и у меня есть еще одно письмо, пришло оно от Лихачевой ВС. Ну, вы знаете, наверное, зачитывать я его в эфире не буду, потому что тут частные вопросы, где приобрести тот или иной сорт малины. Вот единственное, что я хотел бы здесь зачитать, извините меня за отчество. Вот здесь вот садовод обращается ко мне просто как Александр, вот для тех, кто не знает, я Иванович. Да, ну и вот мне очень нравится, вот не знаю ваше отчество, а подписано Лихачева Вера. Поэтому, уважаемые телезрители, когда вы подписываете письма, ну, чтобы мне было удобно к вам обращаться, полностью подписываете свое имя, отчество. Так, это у нас были ответы на вопросы. Есть у меня еще один вопрос, он поступил по телефону. На земляники гниют ягоды. Ну, в общем-то, ничего здесь удивительного нет. Вот эти вот обильные осадки на сортах с рыхлой ягодой сразу вызвали появление серой гнили. Это когда ягодка, ну, буквально вот уже вот должна-должна-должна созреть, и вдруг она начинает разжижаться, сверху появляется такой вот серый налет, это уже спороношение гриба, ну, и урожай пропадает. Что здесь можно рекомендовать? Здесь можно рекомендовать. Во-первых, когда вы уберете урожай, провести обработку медь-содержащими препаратами, той же хлорокисью меди. Сейчас можно провести обработку аллерином на этом препарате, совершенно нет срока ожидания. Ну, и вообще держите посадки земляники такими более разреженными. Вот у нас садоводы, когда вот там начинают высаживать землянику, а, кстати, приближается время посадки земляники, так вот они высаживают буквально там между растениями по 10-15 сантиметров. Когда кусты поднимаются, они начинают конкурировать, они не проветриваются, и создаются вот эти самые условия для распространения серой гнили. Ну, и когда вы подбираете сорта, учтите, что сорта позднего срока созревания сильнее повреждаются серой гнилью, и сорта с рыхлой ягодой также сильно повреждаются серой гнилью. Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию еще один сюжет, который мы записали в научно-производственном объединении Сады России, но на сей раз это будет сюжет о плантации, о коллекции земляники садовой. Мы находимся на ягодной плантации земляники на территории НПО Сады России. Эта плантация заложена в 2016 году. В 2016 году заложили 5 гектар, в 2017 году гектар, в 2018 году около 2 гектар. В итоге на сегодняшний день в Садах России около 8 гектар земляники на ягоду именно заложено, плюс еще старые ягодные плантации, которые еще не запаханы. Вообще земляника достаточно рентабельная культура и очень интенсивного типа. Она требует больших вложений, и при этом она очень окупаема, дает большие урожаи, которые имеют высокую цену на рынке. В основном используются зарубежные сорта для закладки этой земляники, польской, голландской селекции. Ну, на это есть, наверное, две основные причины. Первая причина – это то, что в Европе производство посадочного материала поставлено на более высокий уровень. А если мы закладываем ягодную плантацию качественным посадочным материалом, то, соответственно, такая плантация будет гораздо более лучше себя чувствовать, более урожайно, ягода будет товарная получаться, и такая плантация будет в течение какого-то времени не требовать химических обработок, что очень важно. Ягода крупная, ягода выровненная, с легким отрывом, с отогнутой чашей листиком, привлекательная, очень хорошего вкуса и товарная. Главное, ее легко транспортировать. Здесь представлено больше 20 сортов европейской селекции, зарубежной. По зимостойкости они примерно пока что для нас одинаковые. Вообще они отличаются в большей степени по таким технологическим характеристикам, как урожайность, крупноплодность, плотность ягоды, чтобы ее транспортировать. По вкусу тоже многие сорта достаточно похожи, но вот можно выделить симфонию, например. Это сорт, который немножко отличается по вкусу, он более сладкий, более такой десертного вкуса. Но такие сорта, как, например, медовая, это чисто для промышленных хозяйств. Ягода высокоурожайная, зимостойкий сорт, ягода среднекрупная, легкого сбора, транспортировки, но немножко покислее. Также используют такие сорта, так как Максим, который тоже урожайный, крупный, очень легкий в транспортировке. Вот очень понравился тоже сорт Альба, что ягода очень правильной такой формы, привлекательная, насыщенного такого цвета. Трага, вот тоже интересный сорт, у него форма ягоды такая какая-то, почти квадратная, интересная. Ну, сложно сказать вообще, но европейские сорта, они, конечно, оставляют определенное, так сказать, впечатление. Вы знаете, вот 20 сортов, больше 20 сортов здесь посажено, и за один день пройти их все сразу продегустировать, чтобы поставить какое-то впечатление, это просто невозможная задача, потому что вот прошел 7 сортов, 8, а потом уже они все одинаковые кажутся. Это нужно на следующий день продолжать дегустацию. По моим впечатлениям, по-моему, самый крупноклодный сорт из тех, которые вообще в садах России когда-либо выращивались, по-моему, это сальса. Потому что здесь вот она выращивается на поливе, и, ну, тут меньше 30 грамм ягоды считаются уже непривлекательной, не товарной, тут вот от 30 грамм, наверное, до 50 и выше. Это вот считается нормальной привлекательной ягодой, которая может идти на магазин. А у нас был заложен участок там коллекционный, и там они бесполиво сидели, и там вот все сорта вот показывали себя при естественных условиях 25, 20, 30, 40 грамм. И вот сальса, она выше 50 грамм была. Это вот на естественном таком уровне, когда они вот в таких вот благоприятных условиях, они более-менее становятся уже такие похожие, что-то по размеру ягоды, когда они все в одинаковых условиях сняли. А там вот более жесткие условия, и вот сальса вот выделялась вот по крупной плодности. Ну, безусловно, это, наверное, первостепенная задача, поскольку мы в первую очередь занимаемся производством посадочного материала земляники, мы должны быть уверены в том, какой материал мы предоставляем своим клиентам. И для этого мы проводим, вот смотрим эти сорта вообще, как они себя ведут, какие у них характеристики, какие вот показатели, и обязательно смотрим вообще на наличие болезней вредителей, и как они реагируют на наши естественные погодные условия, на наш климат. Вот, то есть, безусловно, это первостепенная задача проверить сорта и рекомендовать нашим садоводам, нашим клиентам только лучшие достойные сорта. Да, есть у меня тут еще ряд вопросов. Видите, вот сколько их поступило. Поступили они через садовый центр «Зеленый остров», где работает конституционная служба, и передача активно сотрудничает с этой конституционной службой. Поэтому, давайте так, время передачи подошло к завершению. Я с вами на сегодня попрощаюсь, но кто захочет получить консультацию лично, давайте так, завтра, завтра, во вторник, в садовом центре «Зеленый остров» с 9 до 11 я проведу консультацию. Приходите, мы с вами пообщаемся, попьем чайку. У меня там для вас есть такая мята, и шоколадная, и яблочная, и имбирная, и шведская, и какая-какая угодно. Кроме того, вот эту мяту в небольших горшочках при очень больших скидках вы сможете также завтра приобрести в садовом центре «Зеленый остров» на Советской 79. На сегодня время передачи подошло к завершению. Я благодарю вас за внимание, жду вас ровно через неделю. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Распродажа в садовых центрах «Виктория». Скидка 30% на все растения. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Распродажа в садовых центрах «Виктория» Распродажа в садовых центрах «Виктория» Распродажа в садовых центрах «Виктория» Распродажа в садовых центрах